всем привет с вами юрист константин морозов информация обо мне по ссылке в описании и сейчас я хочу поговорить про такую популярную тему мне вопросы периодически задают ну там можно ли забрать заявление из полиции регулярно ко мне такие вопросы поступают там всякое бывает вот один человек на другого написал заявление потом помирились или передумал или остыл и спрашивает можно ли забрать заявление из полиции смотрите прежде всего давайте быстренько разберемся что происходит с вашим заявлением в полиции вы его подаете оно должно быть зарегистрировано в книге учета происшествий вот и вам дают талон уведомления все дальше это заявление начальник подписывает ну как правило либо участковому либо оперуполномоченным тот проводит проверку как правило это 10 дней ну иногда можно продлить до месяца но как правило это 10 дней в течение 10 дней выносит решение первое это о привлечении к административной ответственности второе это возбуждение уголовного дела передает на возбуждение уголовного дела третье передает потерять по территориальности если деяние совершено не на их территории вот и четвертое самое популярное до выносится постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вот вот эти четыре варианта по вашему заявлению возможны то законом не предусмотрено такое понятие как забрать заявление то есть прийти зарегистрированное заявление просто забрать это невозможно это вот например исковое заявление в суде можно прийти и забрать вот заявление обычно нельзя но это не значит что нельзя примириться и сделать так чтобы не было ни уголовного дела не административки то есть прежде всего полиция конечно когда когда вам нужно уголовное дело очень часто полиция да я думаю сейчас многие в комментариях подтвердят да когда нужно возбуждение уголовного дела очень часто полиция отказывает вот я знаю женщина мне жаловалась там ну мошенники эти знаете дать телефонные звонилки говорят мы сбербанк там сообщите нам кота очень обманули она 200000 перевела мошенникам ей надо в одну возбуждено уголовное дело и она горит уже год ним не можем добиться то есть они выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела мы в прокуратуре его отменяем направлять на новую проверку вот за год у нас уже четыре возврата и так и не можем добиться возбуждение уголовного дела что уж говорить когда у вас там украли да там какие-то пять десять пятнадцать двадцать тысяч или мошенники обманули добиться уголовного дела практически нереально вот честно вам говорю учитывайте этот момент дальше то есть если мошенники вас обманули тысяч там на пять десять иногда я даже рекомендую ну принять это как жизненный урок все-таки тоже ваша вина имеется да особенно вот эти телефонные звонилки чем вот это вот тратить нервы да и все равно ничего не добиться но решать вам я как бы никто не отнимает вас права обратиться в полицию по любому факту нарушения ваших прав не забудьте это любое нарушение ваших прав пишите заявление приходите в дежурную часть обязаны принять обязаны понимаете даже не знаю вы вышли да увидели сосед плюнул на лестницу считает что нарушен закон обязаны в полиции даже такое заявление принять другое дело что вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела но принять обязаны по любому факту вы виноваты не вы виноваты вот очень часто мне люди говорят меня в полиции не приняли сказали а все равно никого не найдут или сказали но вы же сами виноваты обязаны принять если не принимает вы говорите дайте мне адрес прокуратуры и я бы хотела попасть на прием к ответственному от руководства потому что вы меня не принимаете заявление и дайте адрес дежурной части вашего вышестоящего телефон дежурной части вашего вышестоящего управления или отдела я хочу позвонить туда пожаловаться на вас вот по идее даже по телефону если вы звоните даже по телефону заявление должны принять и зарегистрировать ну ладно в общем смотрите можно ли забрать заявление возвращаемся к этому моменту заявление как таковое забрать нельзя но вы всегда можете прийти и подать новое там ходатайство или новое заявление там вот участковому или переполномоченному или по почте прислать через канцелярию то есть какие фразы запоминаете да какие фразы надо использовать прошу вас проверку по моему заявлению не прогнула потом то поданному тогда то там не проводить претензий там к такому-то не имею или там по такому-то факту претензий не имею уголовное дело прошу не возбуждать больше по данному факту прошу меня не беспокоить отдачи каких-либо показаний отказываюсь на основании статьи 51 конституции российской федерации вот такое заявление подаете то есть опять же его тоже обязаны принять ну обычно скорее всего либо дежурная часть либо канцелярия примет вы приходите с двумя копиями одно отдаете на второй просит отметку обручения дежурной части вам дадут талон уведомления но по идее они не должны принимать отправить в канцелярию секретариатом а вот там уже должны принять потому что в дежурной части почему не должны принять потому что это же не сообщение о преступлении теперь дальше если ну как бы если дело такое труднодоказуемое да вот как мошенничество и описывал то полиции с радостью примет там и она и без вас да постановление об отказе возбуждения уголовного дела вынесет даже если там есть признаки преступления если сложно и до искать там и почти невозможно найти вот но бывает дела где два друга подрались да допустим один другому там какие-то повреждения причинил и ну там синяки да и этот подал на него заявление на 2 вот и там ну а потом остыл там помирились или денег выплатил и все и решил забрать а забрать нельзя то есть приходит кучку хочу забрать нельзя забрать не предусмотрено законом потому что это легкое раскрытие да легкое раскрытие например легкий вред здоровью там ну или что-то там вот легкое раскрытие легкая палка да то есть есть люди определенные может быть второй человек уже даже там объяснение дал признательно показать но дело еще не возбуждено то есть соответственно все равно подать такое заявление то есть это уже 50 процентное препятствие к возбуждению уголовного дела и соответственно дальше ну дальше просто не являться в поэтому для допрос то есть объяснение которое берет оперуполномоченный участковый она как бы доказательством не является она только типа повод основания для возбуждения уголовного дела доказательством является протокол допрос то есть на протокол допроса отказывали ну либо не являться либо если вы доставили вас допустим отказываться от дачи показаний, да, то есть говорите, отказываюсь от дачи показаний, ничего подписывать не буду и даже не подписывать отказ от дачи показаний просто говорить, я отказываюсь от дачи показаний все, отказываюсь от дачи показаний претензий никому не имею если вас будут пугать заведомо ложным доносом вот, то тут тоже ничего страшного нет, потому что факт события было, вы его не отрицаете но просто отказываетесь от дачи показаний, то есть и получается уже нет доказательств то есть отказываетесь от прохождения экспертизы, от дачи показаний Говорите, я примирился с потерпевшим У меня никаких претензий нет Но это все говорите только на словах, ничего не подписывайте От всего просто отказывайтесь Это ваше полное право Вот, если вы примирились Опять же Если не примирились, соответственно, даете показания Ну и все В принципе, тут на этой стадии Даже возбуждено уголовное дело Развалится, если потерпевший не хочет ничего Вот Конечно, полиция будет всячески вводить Заблуждение, пытаться срубить по легкому палку Опять же Я разговариваю только про те дела Где потерпевший искренне Примирился с виновником И не имеет к нему никаких претензий И реально не хочет дела И есть некоторая категория дел Обратите внимание В основном они все тяжкие, но особо тяжкие Где отказаться от заявления Нельзя Ну, во-первых, там, ну, понятное дело Если убийство, да, вот И пришла мать, написала заявление Или, да, и прошу возбудить дело по факту убийства То есть, дело возбуждается уже по факту убийства И тут, даже если мама так Ну, будет понять, это уже смешно, конечно Но если вдруг маме денег заплатили Она не может даже никаким образом отказаться Да, вот Да, кстати, есть статья Отказ от дачи показаний Отказ от дачи показаний Да, 307 уголовного кодекса То есть, отказаться от дачи показаний По 51-й Можно в отношении себя Я запутал вас То есть тут нельзя отказаться от дачи показаний Но тут всегда есть другой выход Ну я сейчас уже не помню, много времени прошло Поэтому ничего не помню То есть можете написать, я что-то подзабыл Все уже, что там прошло У меня там, я там упал, ударился И что-то вылетело из головы У меня плохая память, там склероз Не помню, все То есть за отказ от дачи показаний Вас спрашивают, что произошло там-то, там-то, тогда-то, тогда-то Вот, вы говорите Я не помню Вот, опять же Если вас спрашивают, вас такой-то ударил Тут уже можно отказаться от дачи показаний Ну тоже можно говорить, я не помню Даже вообще универсальный вариант Просто статья 37 Она даже больше применяется к свидетелям То есть когда человек спрашивает Вы видели драку между тем-то и тем-то Если он видел, да, но не хочет об этом говорить И говорит, я отказываюсь Это уже основание, да, то есть это уже отказ А если он говорит, я не помню Там что-то было Но о конкретных обстоятельствах не помню Там, ну, забываю все с детства Плохая очень память Вот И, то есть, ну, понимаете, да То есть непосредственно забрать заявление нельзя И есть еще статьи, где Если подал заявление, уже отказаться нельзя То есть, ну, самая популярная статья Изнасилование Если какая-нибудь девушка Подала ложное заявление на изнасилование Вот, и дело возбудили А потом оказалось, что у человека алиби Там он в другом месте был Или камера сняла Что никакого изнасилования не было, допустим, где-то, да Вот Ну, в общем, есть какие-то безупречные доказательства То ее осудят за заведомо ложный донос Это уже 306-я статья Но забрать заявление То есть, она такая Подала заявление Потом ей объяснили, что Этот же человек даже близко к тебе не подходил Там в клубе, да И камеры все это видят И тебя сейчас посадят по 306-й Иди срочно забирай заявление Пиши отказ Вот Уже такого не получится Уже получит судимость по 306-й Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому